Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня». С вами Елена Косолапова. Минувшие выходные главной экономической темой мировых СМИ стало банкротство американского Silicon Valley Bank. Основанный в 1983 году, он считался 16-м по размеру капитала банков Соединенных Штатов и был крупнейшим банком Кремниевой долины. Это первое банкротство столь крупной кредитной организации США после финансового кризиса 2008 года. А спустя всего два дня после краха Silicon Valley Bank из-за системных рисков закрыли также крупный Нью-Йоркский Signature Bank. О причинах, происходящего в американском банковском секторе, а также о том, что это значит для других стран, будем говорить сегодня. На видеосвязи со мной сейчас Фуат Каримов, преподаватель Университета АДПА, корпоративным финансовым программой MBA, и Эльвира Белозорова, кандидат экономических наук, доцент в ГИМО. Уважаемые эксперты, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир. Добрый вечер. Приветствую. Фуат, хочу сначала обратиться к вам. На ваш взгляд, чем было спровоцировано банкротство столь крупного и, казалось бы, проверенного временем банка? Все-таки банкротств такого уровня не было в течение 15 лет в банковском секторе Соединенных Штатов. Насколько это было ожидаемо, насколько это было прогнозируемо, на ваш взгляд? Я думаю, это, скорее всего, секторальный риск, потому что, если мы будем наблюдать за тенденциями, которые происходили за последние полтора года, в части технологий, в части привлечения инвестиций в эти компании, то мы заметили, что, начиная с четвертого квартала 2021 года, инвестиционная привлекательность ряда проектов в сфере финтека, в сфере технологий, блокчейна, довольно-таки была не столь высока, как ранее. И, соответственно, это отразилось в итоге и на портфеле, инвестиционном портфеле банков, которые фокусируются на привлечении финансирования в данный сектор. Как известно, Silicon Valley работал тесно с различными венчурными фондами, которые, в свою очередь, распределяли средства по ряду стартапов в регионе. И сейчас это, в принципе, докатилось до банка, до Silicon Valley банка. Но, если посмотреть буквально кварталом ранее, Silvergate банк, в принципе, практически была такая же участь. У них уже в ноябре были проблемы, и буквально в начале этого месяца они объявили о банкротстве. Они также специализировались в проектах, в основном блокчейне и криптовалют и криптоюзеров. Эльвира, к вам вопрос. А вы как считаете, насколько на банкротство этого банка повлияла политика ФРС США? Ведь за последний год они повышали ставку в 8 раз с 0,25%, а сейчас повысили до 4,75%. Вот такое достаточно резкое повышение за год, на ваш взгляд, насколько комфортно для банковского сектора? Конечно, здесь повышение процентной ставки Федрезерва основной системы, образующей риск. Как вы правильно сказали, что происходят эти крахи в силу системных рисков. Так вот, системные риски, они образуются как раз-таки за счет повышения процентной ставки ФРС. Все дело в том, что активы, конечно, коммерческого банка, они проинвестированы. Если мы говорим, например, о Silicon Valley Bank, они были проинвестированы 85% активов были в долгосрочных облигациях с фиксированной ставкой. Когда ставки были около нулевые, они были размещены, соответственно, в этих облигациях по 2-3%. Сейчас, когда ставки значительно повысились, растет доходность, в обратной пропорции падает стоимость актива. Это закон рынка. Соответственно, старые активы надо каким-то образом распродавать, потому что по ним низкая доходность, и покупать новые. Когда мы начинаем распродавать старые активы, цена по ним, естественно, падает. Но это только один из пунктов краха банка, только из-за этого бы не произошло. Да, здесь был фактор влияния повышения процентных ставок и неграмотного отсутствия хеджирования портфеля и несбалансированности портфеля. Но дело не в этом. Дело в том, что гораздо большим риском в данном случае для Silicon Valley послужило именно отток наличности. То есть, если верить Bloomberg, а Bloomberg в части, по крайней мере, цифровых показателей мы доверяем, поскольку это крупнейшее рейтинговое агентство, то кассовый разрыв у этого банка был 42 миллиарда долларов. То есть, в течение двух недель вкладчики, которые знали, что надо забирать деньги, перевели свои денежные средства, и в основном это было сделано в JP Morgan, они перевели 42 миллиарда долларов, что, естественно, такой банк не потянул. И это уже вызвало, естественно, его крах. То есть, вы считаете, это разовый случай, касающийся только этого банка, или все-таки это говорит о каких-то проблемах в банковской системе США, ну и, возможно, даже финансовой в целом? Конечно, проблема не только в банковской системе, проблема в целом во всей финансовой системе. В том, что она основана, принцип основан на долговых инструментах. Но мало того, что вся экономика основана на долговых инструментах, они еще все в плече, в леверидже. Они бесконечное количество раз закладываются. ФРС под их обеспечение дает ликвидность. Они снова, это денежные средства, снова направляются на рынок ценных бумаг, снова покупаются ценные бумаги, снова закладываются. И это проблема существующего фондового рынка в том, что там очень много структурных дисбалансов. И любая такая вот непредвиденная ситуация, например, с оттоком депозитов, может вызвать крах банка. И это не проблема одного только банка, это проблема всех тех банков, потому что сейчас люди поддадутся панике. Мы уже видим, сегодня уже невозможно отслеживать новости по падению рынка акций банков региональных, потому что буквально 2 часа это было 30%, через сейчас это уже мы заходим, смотрим, от 50% до 70% падают акции. Но дело в том, что вкладчики этих банков на следующем этапе сегодня побегут выстроиться в очередь и начнут снимать деньги со своих депозитов, что естественно ни один банк не выдержит. И начнется, конечно, волна кризисов, крахов. Кого-то из них купят крупные банки, такие, как мы все знаем прекрасно, типа JP Morgan, Bank of America. Кого-то не спасут, кого-то спасут, кого надо спасут. Поэтому в любом случае очень интересно наблюдать за всей этой ситуацией. Сегодня просто шквал информации. Я очень люблю такие дни, когда происходит что-то интересное на рынках. Фат, вновь вопрос к вам. Но вот не прошло и двух дней после банкротства Silicon Valley Bank, теперь объявили также о закрытии еще одного банка, Нью-Йоркского Signature Bank. То есть уже второй банк за пару дней. Возможно ли дальше цепная реакция, на ваш взгляд? Вообще есть ли предпосылки, на ваш взгляд, для кризиса в банковском секторе на сегодняшний день Соединенных Штатов? Я думаю, что я, скорее всего, повторюсь, это, скорее всего, носит с собой секторальный такой характер. Потому что оба банка, они, в принципе, специализируются в инвестициях, в научно-исследовательские разработки, в стартапы, в сферу технологий. И не только они. Есть, например, First Republic Bank, такой же, в принципе, и он сейчас тоже, скажем так, их портфель считается довольно-таки рискованным. В настоящий момент правительство в Штатах пытается убедить налогоплательщиков, что их средства не будут использованы, задействованы в бейлауте, как это было в 2008 году. Кстати, возвращаясь к ставке, даже в свое время Лемон Браза, вице-президент Лемон Браза, сказал, что если ставка будет подниматься до 5%, а она уже практически на четверть процента отстает от данного параметра, данный кризис, скорее всего, будет неизбежен. Потому что многие проекты уже становятся финансово невыгодными. И, в частности, вот, как отметил коллега, вот многие долговые, долгосрочные долговые облигации, которые были закуплены в том числе и силикон-воды банком, сейчас стали не столь привлекательны, и их пришлось продавать, дабы удовлетворить спрос, огромный спрос оттока депозитов. Поэтому этот эффект паники пока присутствует. Вот сегодня президент США будет делать стейтмент, практически вот уже с утра были первые предпосылки этому. И я думаю, что в преддверии предвыборной кампании, которая ожидается в следующем году, скорее всего, по правде, какой-то большой банк, там, будь то JP Morgan или Citibank, скупит активы имеющихся банков, которые сейчас находятся в зоне риска, в связи с неправильной диверсификацией своих инвестиционных портфелей. Ну, то есть, если вы говорите, что это секторальная проблема, соответственно, в целом по банковской системе вы пока проблем не видите. Я правильно вас понимаю? Я бы не хотел сравнивать это с 2008 годом. Я вот как раз-таки тогда работал в США, и вот с AIG, с Lemon Brothers была ситуация иная, потому что там все-таки это больше рынок недвижимости пострадал, и весь финансовый сектор, и это, в принципе, затрагивает любую семью Соединенных Штатов. Пока что он относительно локализован на уровне сферы технологий, сферы привлечения финансирования, которые и так были довольно проблематичны на протяжении предыдущего года. И пока хранится вот именно в рамке данного сектора. Эльвира, вновь вопрос к вам. Вот вы до этого говорили о влиянии на банковский сектор, то, что люди могут испугаться и пойти забирать свои деньги. А если посмотреть шире, в целом для экономики Соединенных Штатов, банкротство этого крупного банка, и сейчас вот закрытие второго банка, какие-то последствия могут иметь? Как вы считаете? В целом для экономики Соединенных Штатов это грозит тем, что произойдет, естественно, консолидация банков, мелких банков станет больше, крупные банки еще сильнее укрупнятся. Правильно говорит ФАД, что здесь произойдет просто слияние и поглощение, и это нормальная ситуация. Мы, например, в Российской Федерации последние 10 лет у нас активно центральный банк закрывает мелкие региональные банки. Я думаю, что у вас в Азербайджане примерно та же тенденция, что мелкие банки скупаются активно крупными банками. Кроме того, данная ситуация приведет к тому, что ФРС остановит политику, свое ужесточение денежно-кредитной политики. Уже на ближайшем заседании ставку повышать больше не будут. Скорее всего, остановит и сокращение баланса. Чтобы они в планах у них продолжать, было сокращение баланса, скорее всего, они его остановят. Потому что в первую очередь, например, Bank Term Funding Program, они назвали вот эту вот программу сегодня, которая направлена на то, чтобы, соответственно, Минфин выдает деньги центральному банку для декатапилизации коммерческих банков, тех, которых надо спасать. Сумма там смешная, 25 миллиардов долларов, и это понятно, что это только первый этап, потому что там необходимы сотни миллиардов долларов. Если мы говорим обо всей банковской системе, ну, этого не произойдет, конечно, что крахово всей, но там 23 триллиона долларов депозитов. Но несколько сотен миллиардов долларов им все-таки необходимо будет допечатать и докапитализировать коммерческие банки, те, которые в любом случае должны крупным банкам выделить эту люквиду, чтобы те скупили мелкие банки и выполнили обязательства перед вкладчиками, как минимум. И, соответственно, что это означает для экономики США? Это означает инфляцию, заход на новый виток инфляции. То есть, если в 2022 год было повышение ключевой ставки, и инфляцию более-менее удалось удержать в коридоре 8-9% годовых, то, естественно, в 2023 год в любом случае ни на какие прогнозные 2% по инфляции, даже 4% они не выйдут, также сохранится инфляция в пределах 10%. А что это означает для нас с вами, для азербайджанской экономики, для российской, что мы точно так же зависимы в любом случае в мировой торговле от доллара, в любом случае эта инфляция экстраполируется на наши страны, но только умноженная на 2, потому что мы с вами прекрасно знаем, что когда инфляция по доллару, инфляция по национальной валюте идет умноженная на 2, оно потому что дорожает логистика, не только себестоимость, но и логистика, но и все накладные расходы пропорциональны. Инфуат, вновь вопрос к вам. Давайте попробуем посмотреть на эту проблему с другой стороны. Вот вы уже говорили, что этот банк, Silicon Valley банк, он работает в основном, работал в основном со стартапами, с технологическими компаниями. Сейчас они, по сути, все рискуют потерять свои деньги, но какую-то часть им вернут, уже было заявлено, что в пределах 250 тысяч долларов это все застраховано, но многие компании могли иметь там большие суммы в этом банке, соответственно, они их потеряют. На ваш взгляд, не приведет ли это к дополнительным проблемам в технологическом секторе, и не последует ли ряд банкротств именно в этом секторе за банкротством банка? Ну, следует отметить, что 250 тысяч – это мизерная сумма на уровне, скажем так, какого-то состоящего стартапа или же венчурного фонда. Я думаю, что даже, по-моему, анализируя портфель Silicon Valley, более 90% вкладов они как раз не подпадают в данные рамки. Поэтому, конечно же, это отразится на их финансовом положении. Сейчас вот создан так называемый Федеральный фонд страхования, который возьмет управление в свои руки и попытается вернуть вкладчикам определенную часть средств, которые сейчас там находились. Как это отразится на сфере технологий? Конечно же, это не может позитивно отразиться на этом этапе. Мы знаем, что на протяжении предыдущего года мы уже сталкивались с какими-то пессимистическими ожиданиями, будь то поставки, потому что повышение ставки всегда делает проекты менее ретабельными. Это мы ощутили на уровне мета, фейсбука, с их инвестиций в мета-вселенную, которые планировали вложить там 10 миллиардов, и сейчас это, возможно, проект будет затянут. И аналогичные проекты. Поэтому мы наблюдали определенное даже сокращение персонала в данных компаниях. Привлекать финансы за последние, как я уже ранее сказал, полтора года было довольно-таки сложно. И сейчас, конечно же, венчурные фонды будут наиболее избирательны. Какие стартапы они захотят, какие исследования захотят больше вкладывать деньги. Поэтому сейчас пока что прогноз такой. Но посмотрим, может быть, стабилизируем. Я вот, конечно, надеюсь, что к 2024 году инфляция будет более контролируема. Опять-таки, в силу какой-то определенной политической конъюнктуры, которая ожидается в Соединенных Штатах, чтобы как-то это хотя бы презентовать потенциальным избирателям. Эльвира, вновь вопрос к вам. Вот если продолжить тему технологического сектора, то во время пандемии был очень активный рост этой сферы, потому что финансировалось это в том числе со стороны государства. А сейчас мы видим немножко обратный процесс. Наоборот, акции таких компаний падают. Вот как было уже отмечено, ряд увольнений даже в крупных технологических гигантов, таких как Мета, Google, Microsoft, Amazon и так далее. На ваш взгляд, могут ли стартапы и вообще технологические компании повторить судьбу доткомов? Мы помним, что на рубеже 20-21 веков, в конце 90-х, сначала был бум компаний, которые работали в интернете, а потом резкое банкротство, повальное, то есть вот этот пузырь лопнул. Видите ли вы предпосылки для того, чтобы это сейчас такая ситуация повторилась? Ну, во-первых, продолжая мысль, которую сказал ФААД, действительно 65 тысяч наиболее быстро растущих технологических, биотехнологических компаний, связанных с цифровой индустрией, с биофармой, сейчас под угрозой, то есть вот эти вот банки, которые находятся в, так скажем, в тесной взаимосвязи с этими технологическими быстро растущими компаниями, естественно, сейчас там более 94% денежных средств не застрахованы. В любом случае, это огромные суммы, которые бюджет не потянет одномоментно, а зарплату надо платить уже на этой неделе, и невозможно представить, конечно, как сказать, невозможно представить просто масштаб, ну, представляете, 65 тысяч технологических самых компаний. И уже второй вопрос, что да, их капитализация была, конечно, раздута. Почему капитализация этих компаний венчурных особенно раздута? Это экономисты постоянно об этом говорят, что финансовый рынок раздут в 4 раза больше, чем ВВП, в системе накоплено долгов в 3 раза больше, чем ВВП. Ну, то есть система раздута за счет безграничной денежной эмиссии, поэтому эти стартапы росли. Конечно, взять кредит на развитие бизнеса, когда ставки были около нулевыми, и получить этот кредит мог практически кто угодно, потому что это практически бесплатные деньги. Но сейчас сектор очистится. То есть, по сути дела, ведь венчурное финансирование должно быть направлено в проекты, которые имеют шанс к реализации. Но, по крайней мере, это всегда был рисковый инструмент инвестирования, венчурное инвестиции. Но оно превратилось в безрисковое, потому что ставки были около нулевыми, что опять-таки говорит о диспропорции фондового рынка. Я не знаю, будет ли это такой же крах, как был крах Доткома, но мы же его пережили, ну, американская система же его пережила, и двинулась дальше к 2000-3000 роста акций, если мы берем, например, в ретроспективе 20-30 лет, да, соответственно, и это переживут. В любом случае, те технологические компании, которые изначально были, не имели права, не должны были получить инвестирование, вот они в первую очередь и попадут, конечно, сейчас, окажутся самыми пострадавшими. Фуат, к вам вопрос. Вот мы говорим о проблемах в технологическом секторе, увольнении и так далее, банкротства. На ваш взгляд, а почувствуют ли обычные люди вот эти проблемы в дальнейшем? Ну, возможно, технологии станут дороже, вообще технологический процесс затормозится, станет дороже техника, какие-то технологические услуги. Как вы думаете? Я думаю, что это, конечно же, отразится в смежных областях, в сфере услуг, на безработице. Поэтому, естественно, какие-то сектора, которые обслуживают сферу технологий, сферу научных и исследовательских разработок того же банковского сектора, это отразится. Также это отразится на инвестиционном характере. То есть сам инвесторы раньше могли больше доверять стартапам, доверять венчурным фондам, которые производят определенную селекцию портфеля, куда вкладывать деньги. Соответственно, данные инвестиции отныне уже не будут столь безрисковые, как Эльвира отметила, и уже мы будем более, скажем так, скептически относиться. И вообще, если посмотреть за последний год, сфера технологий пережила очень много катаклизмов. Это начиная с падения той же доверия стейблкойна, луна, которую мы наблюдали в мае месяце, скандал с биржей, которая была буквально недавно, в ноябре. И все это, конечно же, подтачивает доверие к сферу технологий, сферу блокчейна и криптовалюты. Поэтому это уже сейчас наблюдается за последние полтора года. Естественно, если это уже докатилось до регулируемого рынка, такого, как банки, которые мы сегодня с вами обсуждаем, то это, конечно же, как минимум на ближайший год-два отразится на инвестиционной атмосфере в США и мире. Эльвира, а вы как считаете, ждать ли замедления технологического прогресса на фоне всего происходящего? Очень хороший вопрос. Кстати, вы подняли именно, почему, если мы говорим о крахе банковского сектора, почему он именно начался с того сектора, где были высокие технологии. Ведь, по сути дела, здесь под раздачу мог попасть любой банк. Но если мы говорим, что все-таки ФРС мог спасти этот банк, конечно, мог. То есть уже накануне могли профинансировать, пусть через тот же самый инструмент FD. Но даже сейчас сказали, что спасать не будут. Да, да, вот именно. То есть в любом случае ведь можно было купировать этот кризис на моменте зарождения. Но нет, именно это как такая жертва, которую сделали в 2008 году, когда отдали под растерзание Lemon Brothers. Это такая жертва хай-тек индустрии, которую сейчас отдают на растерзание, потому что невозможен бесконечный рост. В экономике должен быть рост, насыщение, спад. Это нормальная ситуация для рыночной экономики, присутствие кратковременных кризисов. Поэтому в любом случае экономисты сидят в Федрезерве, в Минфине, не глупые. Они прекрасно понимают, что сейчас рынок надо подздуть. Давайте, было принято, значит, решение, давайте подздуем его через хай-тек, через банки, которые работают в силиконовой долине. Я это вижу так. Фуат, вновь хочу вернуться к вам. До этого вы заговорили про крипторынок, в частности, про банкротство Луна. После банкротства Silicon Valley Bank это тоже отразилось на сфере криптовалют. Взять тот же биткоин, эфириум, солана, кардана, USDC. Они все немного упали. На ваш взгляд, насколько долгосрочным будет этот эффект? Все-таки этот банк ведь работал с криптовалютами тоже, то есть он держал криптовалюты и проводил с ними операции. Год начался относительно оптимистично. Мы наблюдали рост стоимости капитализации ряда ведущих валют. Также ждали определенные предпосылки. Сейчас, в принципе, даже комитет по ценным бумагам заявил, что запрещать, как таковые, криптовалюту не имеет смысла, поскольку это технология, это будущее. Единственное, они хотят научиться это регулировать. И в данный момент даже идет очень важный кейс, судебный кейс. Это одно из инструментов Ripple против Security Exchange Committee, комитета по ценным бумагам. Потому что их хотят все-таки признавать как ценные бумаги, тогда, соответственно, регулятор будет требовать регистрацию всех этих стартапов, а это уже довольно-таки поднимет, как поднимет стоимость всего этого проекта, так и, в принципе, будет уже не столько децентрализованным, каким он сейчас является. Значит, в принципе, это отражается, безусловно, пока что не столь позитивно на рынке криптовалют. Но этот рынок цикличный, мы это наблюдали в 2018 году, мы это наблюдали до этого, и мы думаем, что это, в принципе, такая, скажем, зима, которую сейчас наблюдает крипторынок, она пройдет. Естественно, ряд фактов, которые я привел ранее, это слюна, это с крахом биржи, все это неблагоприятно отразилось на доверии инвесторов к данному инструменту. Но, опять-таки, технологии имеют место быть, и, как после дот-ком периода 2000 года, технологии сохранились, они усилились, и они стали частью нашей жизни. Поэтому на долгосрочной перспективе я довольно-таки оптимистично смотрю на это. Эльвира, вновь вопрос к вам. Вот мы говорили, говорим про проблемы в технологическом секторе. Частью этого сектора являются криптовалюты. Как вы считаете, затронет ли те проблемы, которые имеются сегодня, этот сектор тоже? Ну, говоря о криптовалютах, например, если в альтернативу, вернее, не в альтернативу, а как следствие анализа происходящего сегодня на банковском рынке, я бы лучше посмотрела ретроспективу, например, кризисов банковских конца 19-го, начала 20-го века, и как предтеча создания Федеральной резервной системы, и текущих кризисов, и с криптовалютой, и с банковскими секторами, как предтеча создания CBDC. Но вернее, она уже создана, это Central Bank Digital Currency, это цифровые валюты центральных банков. И сейчас Индия с 1 декабря уже использует цифровой рупий, 28 стран активно тестируют, Российская Федерация начинает использование с 1 апреля 2023 года. И тут скорее в противовес, то есть непонятные крахи криптобирж, непонятные оказываются сами криптовалюты, скамом, тогда и банкам, в общем-то, уже нельзя доверять. Единственное, чему остается доверять инвестору, это цифровым валютам центральных банков. Тут же они говорят о том, что там и система распределения будет надежной, с использованием блокчейн-технологий, просто эмиссионный центр будет тот же самый, это будут центральные банки, а система будет работать на блокчейн-технологиях. В общем, поживем, посмотрим. Скорее всего, что все происходящее ведет просто к тому, что крах, кризис, хаос для большинства людей, это ситуация непонятная, ситуация, в которой высокие риски. И в этой ситуации Федеральная резервная система совместно с транснациональными банками, мы знаем, что это 5 транснациональных банков, создает, внедряет и продвигает CBDC. Абсолютно, скажем, очевидный факт для экономиста, для финансиста, вот для чего это осуществляется. Ну, поживем, посмотрим, как это будет реализовано. Фат, вновь вопрос к вам. Все-таки хочу вернуться к банкротству Silicon Valley Bank. Ведь у этого банка есть филиалы во многих других странах, в европейских странах, в Китае, в Индии. Как вы считаете, в этих странах почувствуют эффект от банкротства этого банка? И вообще, в более широком смысле, все-таки у нас аудитория, это в основном, конечно, жители Азербайджана и соседних стран. И эту аудиторию, в первую очередь, интересует, на нас как-то это отразится или нет? Ну, даже если филиал банка находится какой-то, скажем, в Великобритании или какой-то иной стране, они подчиняются местному законодательству и регулированию финансового сектора. Поэтому там определенные свои контроли, и в том числе и стресс-тесты местные, и распределение диверсификации портфелей. В данном случае, я думаю, что, да, Азербайджан, естественно, связан с экономикой США, поскольку у нас есть определенные операции, но даже сам 2008 год показал, что эффект был, можно сказать, довольно-таки незначительным. Конечно же, как Эльвира отметила, на экономике это отразится, потому что инфляция по ту сторону океана доходит и до нас, поскольку происходит удорожание технологий, удорожание продукции плюс логистика. Но, скорее всего, мы ощутим этот эффект не сразу. И, в принципе, на долгосрочной перспективе, я думаю, что это все стабилизируется. Сейчас, я думаю, что вот именно риск, который мы обсуждаем с банком, вот я недавно как раз-таки наблюдал, даже нефтяной фонд также размещает определенную часть инвестиций портфеля, если взять на географический расклад, то приходится на Северную Америку, в том числе и Соединенные Штаты. Но это порядка чуть более 20%. Поэтому портфель довольно-таки хорошо диверсифицирован у нефтяного фонда. И я думаю, что это будет нивелировано на фоне общего портфеля активов, если мы будем говорить непосредственно о СУФАЗе, о нефтяном фонде Азербайджана. А если смотреть шире, допустим, европейские страны, как-то они ощутят этот эффект? Нет, думаю, сейчас пока не ощутят. Ощутят, скорее всего, вот смотрите, сама индустрия это ощутит. И будь то технологии, которые... Ведь у нас же стартапы не только в Silicon Valley размещаются, не только, скажем, в Калифорнии, в Силиконовой долине, не только в США. Это проекты бывают и зарубежные, которые вкладывают американские венчурные фонды. Как это отразится на экономике? Я думаю, в первую очередь, потому что сложнее будет поднимать фонд, поднимать, привлекать капитал к своим проектам. Дорожание будет проектов, и многие инвестиции будут отсрочены, отложены, пока не будет более прозрачной и ясной картины, куда идет экономика, что у нас будет со ставкой. Я тоже думаю, что ставку, скорее всего, больше поднимать не будут, но европейский рынок, как таково, за исключением определенных секторов, которые мы сегодня обсуждаем, скорее всего, не ощутит на сегодняшнюю ситуацию. Но надо наблюдать, что будет происходить. Именно в Штатах, буквально на протяжении нескольких недель, я думаю, что, как мы обсудили, один из сценарий того – это поглощение портфелей ряда банков. И таким образом ситуация может нормализоваться. Эльвира, к вам вопрос. Вы до этого говорили, что технологические компании, стартапы, они, в принципе, развивались в последние годы за счет очень дешевых денег, когда ставка была практически на уровне нуля. Но сейчас она около 5% находится. Если она сохранится на этом уровне, как вы считаете, насколько это на сегодняшний день будет удобно для бизнеса, для развития бизнеса? Если она не будет меняться, не будет расти резко, не будет резко падать, ну, будет сохраняться хотя бы вот на таком уровне. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Я только чуть-чуть дам комментарий еще по предыдущему вопросу. Дело в том, что если мы говорим о том, что фондовый рынок в Америке вообще сейчас может получиться цепная реакция, вот она все-таки может получиться, потому что если падает банковский сектор, финансовый сектор, если мы затрагиваем хай-тек сектор, то в целом желание инвесторов инвестировать снижается. А поскольку страны, такие как Азербайджан, в любом случае у вас достаточно высокая доля иностранных инвесторов в том числе, то здесь может быть некая, так скажем, холодная зима на фондовом рынке в том смысле, что зарубежные инвекторы поохладят свой пыл и меньше будут смотреть на развивающиеся рынки. Это касательно предыдущего вопроса. А касательно сегодняшних ставок и как это будет влиять на, в целом на развитие, так скажем, индустрии, мы же живем, ну то есть вот мы, развивающийся мир, когда я говорю мы, мы же живем со ставкой, например, 7,5%, например, если мы берем Турцию, живут же ребята со ставкой 17%, но живут, жизнь на этом не заканчивается. Учетная ставка, ставка рефинансирования это просто отправная точка, то есть за эту сумму, за эту цену коммерческий банк берет кредит у центрального банка и за более высокую, соответственно, предоставляет кредиты предприятиям. И то же самое, просто изменится точка отсчета. Если мы болтались около нуля, ну Америка, Соединенные Штаты, да, в своих ставках, и это позволяло им осуществлять, ну не взвешивать портфель по риску, мы же сегодня об этом говорили, не использовать инструменты хеджирования, ну потому что, а зачем использовать инструменты хеджирования, если ставки на протяжении почти 10, даже больше лет практически около нулевые. Ну, соответственно, просто сейчас будем исходить из того, что ставка, да, она 4,75 и надо использовать инструменты хеджирования. Но экономика адаптируется и под эти условия. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Напомню, что это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили в этом выпуске мы о причинах банкротства американского Silicon Valley Bank, самой крупной кредитной организации, обанкротившейся в США за последние 15 лет. Возможно, ли цепная реакция, и что это значит для технологического сектора. Отвечали на мои вопросы Фуат Каримов, преподаватель Университета АДА по корпоративным финансам программы MBA и Эльвира Белозорова, кандидат экономических наук, доцент ГИМО. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин